Ситуации, когда в результате дорожно-транспортного происшествия не смогли разъехаться трамвай и поезд. Впервые, по словам работников трамвайного депо, столкнулись вчера поезд и трамвай. По словам экспертов, события этого уникального по своей сути происшествия развернулись около 18 часов в поселке Дачный, неподалеку от одноименной остановки. Подъехала я к переезду, знаю, как там стоит стоп, я остановилась. Начала движение, включила. Проезжая кабиной, поравнялся уже, зазвонил сигнал. Засигналила сигнализацией, так? Я начала тормозить, ну как я груженая, тормозной путь у меня какой-то есть. Он как оттуда шел, как включили мы его зеленую, так он пер и он меня шип. Ехал я, диспетчер мне открыл два желтых, так, и я поехал с ней более 15 километров в час, потому что здесь скорость по переезду 15 километров в час. И все, и вот увидел, когда, понимаешь, уже помышли, что трамвай затормозил, а она-то вперед меня, понимаешь ли, хотел, видать, проскочить, так. В результате столкновения в чуть не перевернувшемся от удара трамвая пострадало пять человек. Четверо из них с травмами различной степени тяжести на машинах скорой помощи были доставлены в седьмую больницу и сейчас находятся под наблюдением врачей. Разбираться в этом дорожно-транспортном происшествии приехали сотрудники районного управления внутренних дел Ленинского района, госавтоинспекция, а также представители сторон участников столкновения, коими являются завод «Красный этно» и трамвайное депо. По словам сотрудников госавтоинспекции, пока рано делать какие-либо выводы о случившемся. Все будут определять многочисленные экспертизы, а также следственный эксперимент, полностью восстанавливающий картину аварий. Одно известно точно. Теперь, благодаря этому столкновению, в истории аварий Нижегородского электротранспорта 12 мая будет вписан как день, когда впервые столкнулись поезд и трамвай.